Всем привет! Недавно я лазил по интернету и наткнулся на вот такую гифку, где какой-то чувак показал идею для шутера, но где у персонажа вместо рук была бы лапша. И поначалу я даже не придал этому значения, типа окей, весело, да и ладно, но по приколу такой игры оказывается реально не существует, ну или по крайней мере я такое не нашел. И чтобы вы понимали, это не рэгдол, тут именно лапша вместо рук, которая и реагирует соответствующим образом. И я даже погуглил и получается, что в интернете даже нет гайдов или готовых решений для этого. Максимум кто-то спрашивал что-то похожее на форуме, но ему там так никто и не ответил, видимо потому что сами нафиг не знают как это делается. Нет. Ну я думаю вы уже по-любому догадываетесь, что я решил это повторить, даже учитывая, что я понятия не имею как это сделать. Более того, я даже простейший шутер еще никогда в своей жизни не делал. Но как говорится, глаза боятся, а руки делают. Вот и я пошел путем наименьшего сопротивления, а именно начал с создания 3D модельки человека. Я постарался сделать его максимально похожим к тому, какой был на гифке, такой же худой и красный. Вот только из всей этой игры создание модели это единственное, что я понимал как делается. А его между прочим еще нужно было и анимировать, потому что если мы взглянем на оригинал, то там можно увидеть, что когда персонаж бежит вперед, у него включается анимация бега. Я решил запариться и сделать так же, а точнее я вспомнил про такой сайт как Миксамо и поэтому решил запариться. Это сайт компании Адуби, то есть от разработчиков фотошопа. Короче прикол в том, что сюда можно загрузить свою модельку и сайт сам за тебя сделает риг и позволит натянуть на модель любую анимацию, которая у них тут есть. И в общем я выбрал три анимации. Анимацию стояния на месте, анимацию бега и анимацию соответственно обратного бега. А дальше пошел создавать игру и импортировать модельку вместе с анимациями туда. По ходу дела впервые в жизни настраивая анимацию в Юнити. Тут же я быстренько поднастроил камеру и написал небольшой, но простой код для движения персонажа. Ну а когда запустил игру, произошел веселый баг, куда же без них. Руки персонажа почему-то застряли на одном месте, а сам персонаж при этом все еще мог двигаться. Если честно, это напоминает какого-нибудь монстра из игры Сайлент Хилл. Благо я быстро пофиксил этот баг и теперь персонаж наконец-то начал бегать прямо в игре и это выглядело даже не то чтобы вырви глазно. Но наша цель это лапша вместо рук, то есть они должны быть вообще без костей и при этом поддаваться законам физики. И казалось бы, что тут сложного? Просто удали кости из рига персонажа и будет тебе счастье. Но когда я так сделал, руки вообще начали вести себя очень странно. Вы это и сами сейчас видите на своих экранах. Они как будто бы живут своей жизнью. А проблема заключалась в том, что как бы это нелепо звучит, но для создания рук без костей нужно в руки запихнуть целую кучу костей. По крайней мере я понятия не имею, как это сделать по-другому. Так что я вернулся в блендер и полностью удалил, а потом заново создал кости для рук персонажа. Вот только в этот раз вместо обычных двух-трех костей я добавил сразу 12 штук на каждую руку. Таким же образом, между прочим, в геймдеве обычно создают веревки, поддающиеся законам физики. Но когда я добавил нового персонажа в игру, произошел очередной веселый баг. Теперь руки превратились в какую-то ленту, которая постоянно крутится вокруг игрока. И это, пожалуй, очередной страшный монстр для какого-нибудь Resident Evil. Но успех все же не заставил себя ждать. И вот спустя пару часов и несколько тысяч убитых нервных клеток, которые мне теперь никто не вернет, я провел первый удачный тест. Руки персонажа наконец-то начали висеть словно лапша, а когда я начинал бежать вперед, они отставали сзади, как и должно быть. Но чего-то в супе все еще не хватало. И это, конечно же, двух железных УЗИ. В каждой руке по одному. Снова привет, Блендер. Благо сделать УЗИ это вообще фигня. Я уложился ровно в 30 минут. Ну и теперь самое интересное. Пора заставить персонажа стрелять из стволов и сделать так, чтобы отдача от них влияла на руки. Их постоянно туда-сюда швыряло. А что интересно, у меня сегодня первый день пошел за окном снег. И знаете, это очень приятно. Сидеть в тепле у камина, который, правда, на самом деле 4 котелек, на котором запущено видео камина. Но тут ничего удивительного. Киберпанк-детка, все такое, добро пожал в 2020-й. В общем, я это к тому, что зима это как раз то самое время, когда нужно изучать что-то новое. И в этом вам поможет бесплатный курс по C-Sharp для начинающих. И если вы уже давно задумывались о том, чтобы стать программистом, то это ваш шанс начать свой путь. В курсе представлено 16 уроков общей длительностью более 3 часов. Здесь вас познакомят с основами C-Sharp и вообще с тем, что такое программирование. Эти знания дадут вам возможность программировать под Unity точно так же, как и я. Ну и к тому же создавать простенькие программы для винды. Так что обязательно попробуйте. Повторюсь, курс абсолютно бесплатный. Ну а ссылку на него я оставлю в описании под роликом. Окей, снег за окном это, конечно, круто. Но стволы в руках еще круче. И тут у меня уже, честно, есть небольшой опыт. Ведь, как вы помните, я как-то делал стрельбу из танка. И пусть дуло маленького УЗИ и огромное дуло танка немного отличаются, с точки зрения геймдева разницы практически нет. В коде это будет работать по одному и тому же принципу. Так что стрельбу из двух УЗИ в руках сделать было нетрудно. И даже код стрельбы я прописал довольно быстро. А по приколу, на оставшееся время я еще добавил вылет гильзы при каждом выстреле. Чтобы, как и в оригинале, под персонажем при активной стрельбе скапливались кучки отстреленных гильз. И да, опять-таки, куда же без багов. Я, как обычно, забыл настроить силу выстрела. И поэтому в игре пули начали вылетать из ствола УЗИ, словно какая-нибудь кукуруза. И пусть это выглядит весело, но это все же баг, который мне пришлось исправить. Ну и так как саму стрельбу я сделал вообще не запариваясь, я все-таки решил на что-то да запариться. И, в общем, я решил сделать больше крутых эффектов. Например, вспышку при выстреле, дымку после и, конечно же, вспышку на земле от вспышки выстрела. Ну и если кому интересно, итоговый код, отвечающий за стрельбу, получился вот таким. Он, конечно, небольшой, но более чем выполняет поставленную цель. Ну и в итоге я по-быстрому добавил звуки к выстрелам. И поставил трех врагов, просто чтобы проверить, можно ли вообще таким образом в кого-то попасть. Оказалось, что можно, но это довольно сложно. Потому что пули от такого хаотичного движения рук летят куда попало. И если учесть, что вокруг персонажа полный 360 градусов сразу по трем осям, то мы получаем минимум тысячу возможных точек для выстрела. Каждая из которых отличается друг от друга на целый градус. И думаю, не надо напоминать, что чем дальше расстояние до объекта, тем сильнее влияет этот самый градус на итоговую траекторию полета пули. Именно поэтому и нам в жизни гораздо легче попасть с близкого расстояния, чем с дальнего. И в общем, я это все говорю к тому, что такая стрельба это сплошной рандом. Возможно, вы попадете во врага сразу, а возможно, несколько минут будете стоять и тупо косить. Но даже учитывая, что руки у персонажа это лапша, у меня в коде все еще есть возможность ими как-то управлять. То есть я вполне могу убрать рандом и сделать, чтобы при стрельбе персонаж поднимал руки и вытягивал их вперед, как бы наводя две узишки вперед перед собой. В общем, вариантов, как вы понимаете, много. Можете писать свои идеи в комментах. Но думаю, более-менее, но повторить оригинал мне все же удалось, хотя тут определенно есть над чем работать. Ну а потыкать получившуюся игру вы можете и сами. Я думаю, вам это будет очень даже интересно. В описании я, как обычно, оставлю ссылку на скачивание этого билда. Только учтите, что это еще сырая версия, или же по-простому прототип. В остальном же я жду ваши царские лайки. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик уведомлений. Так мои выпуски хоть иногда, да будут появляться у вас на главной ютуба. Удачи! И всегда помните, в любом деле главное стараться, и тогда результат не заставит себя ждать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok